Всем привет! Сегодня 28 сентября. Сергей, начинай. Спасибо. Я Сергей Орел, адвокат. Специализируюсь в области нескольких права, интеллектуальная собственность, товарные знаки, патенты, авторские права, споры по поводу доменов, корпоративные дела, открытие банковских счетов, открытие корпораций, иммиграционные вопросы. То есть все, что нужно для того, чтобы поддержать малый бизнес на плаву. Сегодняшняя связь у нас по поводу двух вопросов. Как организовать компанию в Америке, в каком из штатов, где выгоднее, где дешевле. И второй вопрос, как открыть для такого бизнеса банковский счет, в частности без физического присутствия владельца компании в США, не находясь в Америке. Ну, естественно, для тех, кто находится здесь в Америке, это, естественно, простое дело. Регистрируем компанию. Владелец компании идет с двумя документами сертификата образования компании и налоговый номер, полученный налоговой службы в банк. Открывается банковский счет. Вопросов нет. В связи с удосточившимися здесь требованиями, открытием банковских счетов и отчетности банков, очень многие банки не идут навстречу клиентов и не соглашаются открывать банковские счета даже для корпораций, для LLC, компаний, с ограниченной ответственностью, для партнершипов, партнерств. Без того, чтобы начальник или представительное лицо, представительское лицо или владелец компании пришел в банк физически и открыл счет в банке. Несмотря на это, есть несколько банков в районе Нью-Йорка и Нью-Джерси, которые все-таки готовы предоставлять такого рода услуги без участия, без присутствия физического владельца таких компаний. Банков есть, ну в основном у Рабой есть такой Астория банк в Нью-Йорке, он не очень большой банк, региональный банк, в основном он распространен здесь в районах Нью-Йорка, Лонгайланди, поэтому их менеджмент относится к этому вопросу следующим образом. То есть, они не нарушают никаких законов, они выполняют все требования, единственное, что у них такое немножко ослабленное требование к появлению человека физически. Значит, что делаем? Направляем клиента в этот банк, значит, банк связывается с клиентом напрямую, клиент отправляет менеджеру банка свою информацию, как-то копию паспорта, мы отправляем корпоративные документы, значит, при желании обычно происходит созвон менеджера с клиентом, если клиент не разговаривает по-английски, значит, у менеджера есть переводчик, и, в общем-то, система работает очень хорошо. В частности, открываются банковские счета для американских компаний, то есть, особенно, если открываем банковский счет для Кавраса или для Лонгайланди, которые находятся с адресом в Америке, из вопросов не возникает. Еще один вариант банковских счетов, например, вот в Астории они открывают, это партнерство между двумя людьми, то есть, ну, скажем, партнерши, партнерство, это, в принципе, тоже вид корпоративной единицы, который существует независимо от людей, которые входят в это партнерство. Например, муж и жена решили сделать, решили стать партнерами в бизнесе, открыли партнерство, подписываются, мы даем клиентам подписывать на две страницы договор о партнерстве, и вот такому партнерству Астория открывает без проблем банковские счета. Опять же, если, как говорится, люди, которые находятся здесь в Америке, им эта совершенно услуга бесплатна, банк ничего за это не берет, за отсутствие компаниям и индивидуумом, партнерством банковских счетов, которые находятся за пределами Америки, банки берут небольшую сумму денег, потому что у них, я же говорю, у них расходы, у них нужно часто менять переводчика, им нужно звонить, им нужно тратить дополнительное время, для того, чтобы проверить, как говорится, подходные данные, чек, разность и так далее. То есть, в принципе, на практическом уровне открывается банковский счет и получает от партнерства или АЛС или корпорация, естественно, доступ к банковскому счету, банковскую карточку, user ID, password для того, чтобы онлайн получить доступ к счету банковскому, набор чеков, если нужно, в Америке чеки еще имеют захождение, это, в принципе, еще действительные денежные инструменты, в Европе, например, чеки не так распространены, конечно, это все делается путем банковских переуходов, а здесь страна более отстала, здесь еще больше заключения, люди получают чеки. Вот. Если есть вопросы, я, говорится, на любые вопросы отвечу в заключении вот этого маленького такого своего спича. Да, значит, то есть работает система, открываем всем клиентам, которым необходимо получить банковский счет для себя лично, для себя, для своей компании, опять же, говорится, подсуммирую, для компании открывать лекции, для партнерства вообще просто, для индивидуума лично еще, но немножко сложнее, поэтому, в общем-то, там отдельный момент, это, например, отдельный, а с каждым периодом. Значит, что делаем еще? Опять же, открываем корпорации и... Ломер Лоберд Рекомприз. В чем отличие корпорации от Ломерд Рекомприз? Лосит – это такое искусственное юридическое создание, которое было создано для того, чтобы обезопасить, защитить владельцев компаний от кредиторов, от личной ответственности, то есть человек, начиная от бизнеса, он, естественно, не хочет ставить свою личную, личную собственность под удар, там, квартиру, банковские счета личные, поэтому открывается Ломерд Лоберд Рекомприз. И в чем преимущество Ломерд Лоберд Рекомприз? Ломерд Рекомприз, то есть получается, человек, владеющий компанией, не ответственен финансово, не рискует своими личными сбережениями, не ответственен финансово за долги компании, то есть компания отвечает за долги. И самое главное преимущество – это то, что в любой ЛС существует всего лишь один уровень налогообложения, то есть доход, в который поступает ЛС, он проходит через эту структуру ЛС в команд владельца, и владелец в конце года подает налоговую декларацию. Значит, два раза платить налог не надо. В случае с корпорацией, например, если у корпорации есть несколько владельцев, значит, корпорация зарабатывает деньги, платит налоги с этих денег, и за старшееся денег нам платят зарплату владельцам, владельцам, в свою очередь, еще раз налоги со своего заработка. Значит, обычно мы рекомендуем открывать ЛС. Это стоит немножко дешевле, немножко проще требования, немножко проще отчетность. Каждый из госдепартаментов каждого штата. Единственное, что в Нью-Йорке ЛС не очень удобно, потому что, опять же, все это делалось довольно быстро, в течение двух дней можно организовать ЛС, просто в Нью-Йорке нужно еще, есть такое требование, сделать объявление в газете о том, что образовалась такая Leverage Leverage Company, и это, в общем-то, стоит чуть дороже, естественно, там несколько сотен долларов за объявление, и, как говорится, отнимая больше времени. Но в Нью-Йорке, встать в Нью-Йорке, например, можно оставить с таким успехом для такой же цели, допустим, для маленького бизнеса, так называемого S-Corporation, ну, S это от слова smoke, то есть маленькая корпорация, в ней может быть до 75 владельцев и свидетелей, открывается компания в течение одного часа, в общем-то, если нужно, да, то есть за дополнительную плату, открывается в течение часа компания регистрируется, получается налоговый номер из АРС, все это мы делаем, в тот же день открывается банковский счет, то есть, в принципе, если вы решили заниматься бизнесом здесь, на Амазоне, или еще в Америке, то есть в течение одного дня можно организовать компанию, то есть банковский счет и вперед. Насчет того, в каком штате лучше регистрирует компанию, ну, это зависит, конечно. То есть для людей, которые проживают здесь, в Америке имеется в виду, проще открывать компанию в том штате, где они проживают, потому что налоговый кодекс Соединенных Штатов Америки, федеральный, он предусматривает следующее, то есть компания и индивидуумы облагаются налогом там, где они занимаются бизнесом, где происходит и основной бизнес физически, где они находятся. Если нет физического бизнеса, а есть просто, например, склад какой-то, где на складе находятся товары, которые потом рассылаются по всеми покупателям, тогда облагается налогом со стороны штата деятельность, доход, да, облагают налогом штатов, в котором находятся такого рода бесплатно, например, или инвентария, где находятся. В общем-то, вы наверняка будете слышать, когда будете интересоваться этим вопросом, что лучше открывать, организовать бизнес в Флориде, в Далавере, в Неваде, в Южной Кокосе, в Айонике и так далее, в Техасе. Но это штаты, в которых, скажем так, нет налога штата. Но компании это, по сути дела, не касать. Это только касается вопрос штатов, штатового налогообложения на уровне штатов, индивидуумов. То есть, например, в Флориде, Техас, все эти остальные штаты, которые я упомяну, нет налогообложения индивидуумов. Их налог полученный, допустим, полученный от деятельности или от работы. То есть, в принципе, конечно, если у вас есть LLC, тогда получается доход через LLC идет вам в карман, вы считаете это как свой прямой доход через эту прозрачную компанию, тогда, в общем-то, вы теперь экономите немножко денег, находясь в Техасе, во Флориде, потому что этот доход компании считается вашим личным доходом. Это в случае, если у вас есть LLC. Поэтому, в принципе, рекомендуем открывать LLC. Если у вас корпорация, там немножко сложнее, то значит, в некоторых штатах чем удобно открыть себя бизнесом в этих штатах? То есть, есть требования, вернее, нет требования раскрывать имена владельцев. То есть, у них определенный уровень секретности, например, в Дуавэре, в Неваде, в Вайоминге и в Южной Токоте. То есть, никто никогда не узнает, кто владеет компанией, которая зарегистрирована в этих штатах, куда, будь то LLC или корпорация, никто не имеет права рыться в этих книгах и Госдепартамент не имеет права предоставлять такую информацию, у кого бы то ни было, ну, кроме, конечно, случаев, когда, например, владелец компании, совершил коминальное преступление и прокуратура занимается этим человеком. Тогда, конечно, да. Но это не ваша проблема. Поэтому, собственно говоря, рекомендация очень простая. Открывать площадь LLC немножко дешевле в тех штатах, в которых находится ваш товар или в которых находится ваш склад или где вы находитесь лично, физически. Вот, собственно говоря, вот такие, как говорится, моменты. Если интересно, ну, если есть вопросы, давайте вопросы, пожалуйста. Так, по вопросам я тебе скинул ссылочку. Посмотри, ли в зуме в чате или в скайпе в чате. Заходи, и там будет список вопросов. Что не увидишь, я буду дублировать. У меня более длинная история. Ну, ты или скайп открывай или зум. Тут написано внизу чат. Ну, я не знаю. Увидел? Да, да, вот она Справа вверху 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, отлично, слышно тебя? Слышно, да? Окей, сейчас, провожди. Секундочку, давайте. Просто в Фейсбуке они проваливаются вопросы, и за это придется их повторять. Ну, ничего страшного, я думаю. Ну, вот единственное, можно, Сергей, если тут такие вот просто как раз вопросы от Алекса. Огласите, пожалуйста, ваши цены на открытие LC, на открытие банковского счета и на услуги дальнейшего ведения компании по ЮРВопросу. Это такой общий, как бы, самый такой, ты как бы говоришь, LC, самый оптимальный вариант, соответственно, счет можно открыть. Порядок цифр, чтобы люди представляли. Примерно, примерно. Я понял, хорошо, секунду. Значит, я вышел на А, вот, вижу. Значит, подойдет ли, я вижу вопросы, подойдет ли формат DBA для онлайн-торговли. Да, вот эти вопросы. Ну, ты по первой ссылке перешел. Да, 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 окей, хорошо, я вижу, я вопросы вижу. Значит, смотрите... Снизу вверх начинай, да и все, или сверху вниз, как тебе удобно. Лучше снизу, потому что они сверху падают начинают. Угу, я вижу. Хорошо. Значит, есть несколько вопросов. Нюансы по открытию иностранцев с курвизой. Окей, хорошо. Вот, например, Илья... Ну, давай. Как вообще, просто говори. Значит, смотрите. Меня слышно, да? Да, отлично слышно. Окей, хорошо. То есть, я... Говорю, Иван Тиханенко, здорово, вопрос. Нужно ли личное присутствие для ответа еще там США? Желательно, да. Желательно, чтобы человек присутствовал лично, если у человека есть виза. А если у человека нет визы на объект, если человек не может сюда приехать, значит, тогда открывается, в первую очередь, открывается компания, регистрируется, и после этого открывается счет для этой компании, которой вы владеете. Как я уже объяснил, личное присутствие не нужно. Так? Вот Сердяковский задал вопрос. Что-то я не вижу, вопросов больше. Да, потому что вопрос был длинный. Вопросов его не вижу. Значит, перехожу к следующему вопросу. Задься. Крестьянинов. Крестьянину задают вопрос. Пойдем ли это форма DBA для онлайн-дарковки? Ну, смотрите, DBA на самом деле, это, в общем-то, такая форма владения компанией. То есть, должна существовать компания, уже организованная, открытая. Либо INC, либо LLC. Да? У компании какое-то название. Что такое DBA? Называется Doing Business As. То есть, это ты оперируешь как бизнес под другим именем. То есть, у тебя компания называется ABC Incorporated, а ты решаешь оперировать твой бренд XYZ. И тогда ты платишь там 120 долларов, получаешь свой DBA сертификат, и оперируешь под другим именем. Но на самом деле, как говорится, существует уже компания, которая зарегистрирована по DBA. То есть, просто DBA сам по себе существовать здесь не в одном штате. То есть, нужно организовать сначала компанию, потом получить на нее DBA. Окей. Дальше. Сколько будет стоить обслуживание банковского счета в месяц? Это зависит, на самом деле, это зависит от баланса, который вы держите в банке. То есть, например, банк Astoria, с которым мы работаем, у них самого различного вида и толка счета, самые разные для разных нужд, в зависимости от размера компании, от количества кеша наличных денег, которые держат люди на этих счетах. Например, если ты держишь средний баланс, меньше 35 тысяч долларов, значит, банк может считать 29 долларов в месяц за поддержку этого счета. Если же баланс в среднем больше 3 тысяч долларов. Ну, это в качестве примера. То есть, нужно обсуждать с банковским менеджером, у них меняются программы каждые полгода. Поэтому, если, скажем, на банковском счету содержится сумма больше 3 тысяч, то это ничего не стоит. Здесь банковские услуги, они практически бесплатные. Можно привязать 2 счета, чтобы каждому из них выпустить по карте отдельные. Да. Ну, знаете как, значит, все счета, которые вам... Можно открыть им хоть 2-3 счета, да? И создается один профиль, значит, профайл создается в ваш банке, и к этому профайлу привязываются все ваши счета. 2-3-4 счета, да? Значит, в плане, можно ли привязывать несколько счетов к одной карте, ну, я, честно говоря, такого не видел. То есть, обычно на каждый счет выпускается отдельная карточка. В любом случае, отдельно от карты у вас, получается, есть онлайн-доступ ко всем счетам, где вы можете, как говорится, делать весь ваш онлайн-бэк. А на интернете, находясь там, где вы находитесь, в России, или где, в любой другой стране. Значит, на одной фирме будет 2 отдельных бизнеса. Да, абсолютно. То есть, одна фирма может владеть хоть 10 счетами. Поэтому фирма открывает 2 счета и ведет на каждый свой отдельный счет отдельный бизнес. Один из этих двух бизнеса. Вот, четвертый вопрос был к христианинам. Пятый вопрос. Как рассчитываются налоги на прибыль? То есть, если я продаю на eBay или Shopify, покупаю с AliExpress и Amazon. Смотрите, в каждом штате и федеральные... Два вида форм налогового. Налоговые декларации платятся компаниями либо раз в квартал, либо раз в год. То есть, до 15 апреля каждого года за предыдущий календарный год нужно заплатить налоги. То есть, вы, скажем, сейчас начали торговать. В 2017 году торгуете, суммировали, подбили свои доходы, расходы, а посчитали самое главное свои расходы. Потому что налоговый кодекс США очень либеральный. Он позволяет вам из вашей прибыли вычитать практически все ваши расходы. Причем абсолютно все. То есть, это на расходы на закупку товаров, расходы на ведение бизнеса, расходы на интернет, на телефон, на путешествия, если вы приезжаете, уезжаете, все расходы на ваши авиационные билеты, отели, на еду, во время путешествий и так далее. То есть, получается, в принципе, ваша реальная такс-вейд для корпорации, например, если эта корпорация, она фактически нет. Никакие там 30 процентов. Народные рептики допали больше 10 после всех вычетов. Поэтому платите раз в год, заполняйте налоговую декларацию между 1 января и 15 апреля. Опять же, если у вас LLC, то вы платите всего лишь один уровень налогообложения. Вы считаете ваши доходы минус все ваши расходы. Включаете ваш оставшийся остаток как прибыль вашу налоговую декларацию. Специальная форма есть для людей, которые не являются резидентами США. Платите это до 15 апреля. Если вы не успеваете заплатить, вы просто подаете простая форма. Мы работаем с бухгалтерами, которые вам совершенно спокойно могут дать консультацию, объяснить, как все делается. Но, в общем-то, если вы не успеваете заплатить налог до 15 апреля, вы можете взять 3 месяца срочку или 6 месяцев. Дальше. Как я вам объяснил. Да, то есть, в принципе, налог на прибыль индивидуальный, как индивидуума человека, владельца МОСИ, он от 6% до 39% в зависимости от заработанной суммы. Вы, получается, попадаете в определенную рамку уровень налогообложения процента минус все ваши расходы, небольшой остаток. Дальше. Нужно ли как-то подтверждать эти расходы? Да, очень нужно. То есть, необходимо, как говорится, на каждой, на все расходы нужно ввести документацию, то есть, для этого есть масса полезных вот apps, то есть, download, в iPad или в iPhone Intuit, который подсчитывает все ваши расходы, связанные с вашим банковским счетом онлайн и подсчитывает за вас ваши расходы в конце года. Вы просто либо сами делаете себе подоходный налог-декларацию в ИРС в налоговую службу, либо отдаете своему бухгалтеру. Так, что еще? Какие еще есть вопросы? Как можно на счет компании перевести деньги? Да, из-за границы можно перевести деньги совершенно спокойно. Это делается естественно ежедневно. В Америку переводится масса денег и в общем у них проблем у людей не возникает. В каждом банке существуют свои компьютерные программы, где они следят за переводом денег из таких ненадежных стран, из Ближнего Востока и так далее. Тогда это возникает вопрос, и тогда идет звонок следует банковскому менеджеру, он требует у вас подтверждения источника этих денег, но насколько мне известно, еще никаких проблем не было с переводом денег из России, например. То есть обычно делается wire transfer, вам это обойдется 25-30 долларов для того, чтобы перевести деньги, а переводы между вашими банковскими счетами в одном банке они бесплатны. Никаких денег за это не берут. не берут деньги, но пока все вопросы больше не вижу. Ну вот я тебе вопрос задавал по поводу стоимости как раз LLT, примерно порядок цифр хотя бы. Содержание на год, LLC открытие и, соответственно, открытие счета без присутствия. Да, значит, смотрите. Открытие LLC в зависимости от штата обычно стоит тариф государственный порядка от 125 долларов до 250 долларов. Ну редко, иногда бывает больше. В некоторых штатах мы в основном открываем людям Талабор, Флорида, Нью-Йорк, Нью-Джерси и, собственно говоря, здесь не больше 250 долларов. Наши услуги, за наши услуги мы берем за открытие компании 20 долларов тоже, поскольку мы адвокаты, за адвокатское время берем деньги. Значит, в общем-то, получается, человеку открытие компании обходится порядка от 350 до 450 долларов. Банковские счета без присутствия, значит, это зависит, то есть зависит от того, значит, от каждой отдельной ситуации, но цены варьируются от 500 долларов до, скажем, 1200-1500 зависит, да, то есть я видел такие цены, которые, опять же, это берем не мы, это мы адвокаты, мы за открытие счета, значит, банковских счетов мы не берем. Мы берем, естественно, просто руководим этим процессом, и деньги за эти услуги идут, ну, часть идет нам, поскольку мы тратим свое время, то есть мы сами, я сказал, физически мы уже не открываем людям счета, но мы занимаемся бумажной работой в этом отношении, значит, контактируем менеджером банке и так далее, то есть от 500 долларов до, ну, в среднем получается от 500 до 1000, скажем так. Опять же, цены, значит, выдаются банкам плюс наше время в зависимости от каждого отдельного случая, то есть клиент к нам обращается, дарил свои документы, мы смотрим на ситуацию и говорим ему цену, прежде чем мы что-либо начинаем делать, то есть, опять же, мы ничего не делаем без того, чтобы клиент не одобрил оценную стоимость, и тогда мы начинаем только работать. Ну, опять же, возможно, скидки, поэтому, то есть у каждого своя особая ситуация. Как я уже объяснил, если человек находится физически здесь, то это ничего не стоит, конечно. Человек может пойти в любой банке и открыть, естественно, банковский счет. Бухгалтер, бухгалтер, бухгалтерия примерно сколько будет стоить? Бухгалтерия примерно сколько будет на год, на месяц, как это высчитывается на квартал? Бухгалтер, бухгалтер обычно, они обычно берут, допустим, наши бухгалтеры, с которыми мы работаем, они берут за проделанную работу, да, то есть они не берут, просто вот раз в месяц они считают и делают, как говорится, то есть берут вне зависимости от того, сколько они сделали работы. Как правило, они берут за каждую отдельную работу, в общем-то, за каждый отдельный проект, то есть когда они ведут бизнес, это не говорит, допустим, о одной компании, это не говорит о том, что они занимаются этой компанией каждую неделю или даже каждые две недели. То есть они раз в месяц убивают финансы, и, в общем-то, то есть это все, естественно, нужны цены, бухгалтерские цены я могу, как говорится, предоставить. Ну, только сейчас нет, поскольку, опять же, это, скорее всего, ну, это вопрос. У нас есть все бухгалтеры, которых мы рекомендуем, и уже клиент общается с бухгалтером напрямую, то есть мы особо не вмешиваемся. Вы юристы, понятно. Будут бухгалтеры, придут бухгалтеры, будут бухгалтерские дела рассказывать. Да, да. Так, Валерия спрашивает, это только относится к онлайн или оффлайн бизнесу тоже подходит? Конечно, оффлайн тоже подходит. Да, конечно. Разницы абсолютно никакой, здесь мы, в принципе, всем занимаемся. Так, вот сверху вопросы сейчас видишь, Александр Миротворцев задает. Самый верх, Аль. Да, я вижу. Сейчас, секунду. Так, сложность продажи ОССИ. Так, по какой-то причине не вижу всех вопросов, вижу только последние четыре, да? Ну да, так и есть. Для онлайн бизнеса. Да, да, заплатили 600 долларов люди ОССИ, штаты Ледонос. Ну, смотрите, здесь уже говорит конкуренция, что разные люди, разные компании, разные юристы, и компании, по сути, корпорации и компании берут разные цены, поэтому 600 долларов, ну, нормально, я знаю. Сложность продажи ОССИ. Ну, сложности никакой нет, собственно говоря. Это юридическая процедура, которой мы занимаемся тоже каждый день. Собственно говоря, обычно продается ОССИ от владельца до покупателю. Очень часто покупатель хочет купить просто, ну, assets, то есть собственность этой ОССИ без того, чтобы подвергнуть себя со всякого рода будущим притязанием со стороны кредиторов, там, IRS и так далее. Поэтому часто просто покупается собственность, то что? Товарный знак, инвентария, значит, и это переводится в собственность другой, новой ОССИ. Старая ОССИ закрывается, происходит диссо-лучен, отправляется в госдепартамент штата, где зарегистрированная компания, отправляется бумага, за то, что компания закрыта. Скупили assets, купили, как говорится, то, чем владеет, говорится, ликвидными assets владеет компания, передали из одной компании в другую. Процесс можно сделать за пару дней, вообще не вопрос. Так, открывать честь бухгалтеров, бухгалтеров лучше. Ну, послушайте, можно как угодно. Бухгалтеры тоже предоставляют услуги и по открытию компании, и по ведению, естественно, вашего бухгалтерского ведения вашего бизнеса, отчетности и так далее. Лучше ли открывать компанию через бухгалтера или нет, я не знаю, потому что, смотрите, опять же, я говорю, есть масса компаний, которые кост-то они интерпаратные. Они открывают, они открывают регистрируют вам компанию. То есть, опять же, наши конкуренты, они очень часто берут уже дешевле, чем адвокат. Их время стоит дешевле. Вот и все. Поэтому вы смотрите сами, через кого вам открывать компанию. Вы можете открывать как сами онлайн, так и через корпораторов, через бухгалтеров, через адвокатов. Это уже на ваше усмотрение. Так, Валерий, ответьте мне, пожалуйста, на что. Так, оффлайн деятельность тоже возможна. Возможно тоже. Еще раз повторю. Вот Лерик Владимирович спросил, а это только для онлайн бизнеса. Ну, по-моему, ответ же был. Когда мы обсуждали, что на самом деле нет. Все, что мы обсуждаем, это касается как онлайн бизнеса, так и обычного бизнеса, каким бы он ни был. Чем бы вы ни занимались, процедура одна. Открываете компанию, открываете банковский счет и вперед. Да, бизнес, он и есть бизнес, неважно какой и чем он занимается. Так, параллельно с открытием компании и счеты реселлер сертификейт, помогаете делать или нет? Сейчас, секундочку. Дмитрий спрашивает, Губанов. Да, да, Вик, сейчас секунду. Так, этого вопроса я не вижу. Еще раз просто посмотрите. Помогаем ли сертификатом? Ну, реселлер сертификейт. Помогаете делать или нет? Не слышу первого слова. Реселлер сертификейт? Да, реселлер. Да, 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 помогаем. Да, абсолютно. У нас полный набор корпоративных услуг. Да, помогаем. Реселлер сертификейт тоже делаем. Так, здесь для компании, которая занимается торговлей, какие необходимо получить документы? Реселлер сертификат, такс-айди и что еще? Такс-айди, ну, еще, как говорится, в зависимости от того, если у вас есть физическое место, вы арендуете склад или арендуете какое-то помещение, если вы здесь находитесь физически, да, или, скажем, по вашему поручению, люди выполняют ваши поручения здесь. Очень часто нужно получить сертификат от города или от города сертификат, от муниципалитета, местной мэрии, сертификат наведения бизнеса. Ну, он стоит обычно копейки, 150. Вот, вешается на стену, и компания занимается бизнесом торговлей. Вот, если это, скажем, просто не физический бизнес, который не находится в физическом месте в каком-то, в реальном, то, в общем-то, ответ на ваш вопрос зависит от того, чем вы занимаетесь. Если вы импортируете, скажем, алкогольные напитки из России в Америку, то вам нужны, да, вам нужны необходимые сертификаты, необходимые, как говорится, пермиты, лицензии и так далее, и так далее. Это целая отдельная тема, это можно говорить, что это дело. То есть там на каждой вид деятельности существуют определенные пермиты. Ну, в общем-то, если вы просто продаете, скажем, какие-то товары, производя в Китае, завозя в США и продавая здесь, которые не касаются, скажем, фармацевтики, алкогольных напитков и так далее, еды, то, в общем-то, пермитов, собственно говоря, не нужно. Главное, чтобы вы не нарушали ничьи права интеллектуальной собственности, там, патенты не нарушали, да, товарные знаки и так далее. То есть, чтобы не, как говорится, продавали товары, которые могут нарушить чей-то патент, чей-то дизайн-патент, чей-то бренд. Собственно говоря, вот на это нужно обращать внимание. Здесь вас спрашивает Руслан про двойное налогообложение. Отменено ли? Ну, оно не отменено, понимаете. Дело в том, что вот для того, чтобы избежать двойное налогообложение, его никто не отменял и отменять не будет, открывается компонент вида LLC, да, вы, как говорили, как-то. Тогда идет один налог на всю вашу деятельность. То есть, LLC, если там, скажем, один владелец или два владельца в этом LLC, не облагается налогом доход LLC, а просто этот доход включается в налоговую декларацию человека, который владеет LLC и, собственно говоря, один раз платит налог в этом случае. Дальше. Вопрос про физический адрес. Нужен он или нет? Сколько стоит аренда юр-адреса в месяц в год, если он нужен? Физический адрес, если нужен, то, в общем-то, опять же, цены самые разные. Если нужен физический адрес, где вам нужно видеть клиентов, это может быть и 300 долларов в месяц. Сейчас есть масса, масса, говорится, таких офисов, которые предоставляют стол, стол, компьютер и доступ к e-mail, то есть, в принципе, от 300 долларов и выше, на самом деле. Но, опять же, можно получить и дешевле. Нужно просто делать поиск на онлайн. Сейчас существует масса компаний, которые предоставляют небольшие помещения за очень доступную цену. Ну, например, одна WeWork, да? WeWork. Банк, который еще для компании, должен быть в этом же штате, что и компания, или не важно? Не важно. Это Евгений Кристианин спрашивает. Не важно, в каком штате компания, в каком штате счет. Ну, желательно, конечно, чтобы компания была зарегистрирована. Это было просто желательно, но не обязательно совершенно. У вас, возможно, компания была зарегистрирована в головаре, физический адрес компании находится в Нью-Йорке. Вы пришли в Нью-Йоркский банк, Ломат Крыльевич. Как получать разрешение принта супергероя? Какая ответственность подавать, например, футболки с принтерами известных мультяшек? Значит, нужно, в общем-то, контактировать владельцев интеллектуальной собственности, напрямую. То есть, в общем-то, самый простой вариант. Вы идете на онлайн, есть масса веб-сайтов, там, трейдмарки, и USPTO, веб-сайт, это патентный опыт из США. Вы ищете название бренда, информация выданная, публично она доступная, номер телефона и имейла показывается обычным адвокатом, юристом, который ведет это дело. Звоните ему, пишите имейл напрямую, говорите, я хочу получить лицензию на использование вашего бренда или вашего изображения мультиков или персонажей мультиков, или персонажей фильмов. И они вас направляют, в каждой большой компании есть лисенсинг-департентный отдел, который занимается вопросами лицензии, продажей лицензии на использование их брендов, их логотипов, их персонажей и так далее. Все это есть на интернете. Если есть вопросы, вы звоните, вернее, пишите, я отвечу. В общем-то, проще всего. Нашли товарный знак компании, связались с их юристом, они вас отправили попросить, чтобы связались с их лисенсинг-департментом. Двушку выберите, хорошо. Дальше. Бизнес-пайпел, то я буду говорить EIN. Ну, смотрите, опять же, за что берем деньги? Адвокаты. То есть EIN получить можно, вне зависимости от того, где находится человек, является он резидентом или не является, получается, что EIN уже не выдается личности, к хитическому лицу, он выдается компанией. То есть у компании владелец может быть гражданин любой страны, EIN, это импульсное название, он выдается, то есть у нас, ну, то есть мы это делаем, да, никаких там волшебных стрелков нет по этому поводу. Это обычная работа адвоката, мы открываем компанию, делаем компанию EIN. Это в ответ на вопрос Александра Миротворцева. Да, же, проявляйте ли вы товар на наличие патента? Какая цена? Ну, это обычно, это ответ на Олег Денко. Значит, это речь идет об обычном патентном поиске, да, то есть нам присылают фотографию этого товара, и мы делаем поиск. Опять же, цена совершенно разная. В зависимости от количества времени, потраченного на, да, то есть берем, допустим, если мы, допустим, работает адвокат, или я, это другой, один из других адвокатов нашей фирмы, то есть цены, конечно, почасовые, там, 300 долларов в час. Это может быть даже, ну, дороговато для людей, которые начинают свой бизнес. Поэтому мы просим, ну, то есть мы передаем эту работу нашим помощникам, секретарям, которые в этом деле натренированы, и у них гораздо интереснее расценки, и, в общем-то, в общей сложности за несколько часов поиска, для того, чтобы определить, кто владеет патентом на, там, эту игрушку, или же на что-либо еще, на какой-то товар, ну, в среднем, может быть, порядка 300 долларов, 400-500 долларов, вот такой быстрый поиск. Иногда можно сделать, там, даже на 100 долларов сразу нашли, определили, чей патент отправили клиенту, то есть не вопрос. Дальше, если ни один получитель или не имеет social security номера и IT, PIN, то какие формы собственности доступны к регистрации? LLC доступна, S corporation доступна. S corporation, там, довольно сложно, то есть это числа, вот, да? То есть, опять же, есть определенные способы получения такс-айди для компаний, которые, владельцами которых не являются постоянные жители или граждане США. Но, опять же, это все законно, никто, говорите, не нарушает никакого закона, просто есть определенная процедура, которую, следует все адвокаты, которые знают, получают такс-айди для этих компаний, совершенно работают так часы. Но лучше, опять же, LLC и S corporation. S corporation я вообще не советовал бы даже трогать, потому что S corporation – это большая корпорация, у которой в штате больше сотни работников, это уже, в принципе, не ваши проблемы в начале ведения PIN. Когда уже выросли до больших размеров, тогда да, S corporation конвертируется в S corporation, ее статус, и идет двойное налогообложение. То есть S corporation трогать не нужно, потому что налогообложение идет двойное, но я уже сказал, что мы смотрим. Мне человек прислал список на, вернее, линп, на форму, ну хорошо, на что, что мы хотим. Или я, Костин, прислал список на IRS. А в чем вопрос? EIN. Employment Redification Number. Ну, для индивидуумов Employment Redification Number. Называется Social Security Number, который, естественно, выдается только людям, которые здесь либо по определенным бизнес-визам находятся, либо постоянные жители. А ITIN-то есть такой индивидуальный текст-ID, который тоже выдается при особых случаях. Но, опять же, вам индивидуальные номера не нужны. Если у вас есть компания, компания получает свой федеральный номер, и, собственно говоря, человеку этот номер абсолютно не нужен, если он не находится, тем более, в Соединенных Штатах Америки. Дальше. Спасибо за информацию. Пожалуйста. В принципе, нужно ли подавать отчеты в налоговую? Естественно, это зависит от кодекса налогообложения вашей страны. То есть, например, в такой полицейской стране, как в Соединенных Штатах Америки, они хотят наложить лапу на все ваши доходы по всему миру, поэтому, в общем-то, есть закон налоговый, который говорит, что человек, который является постоянным жителем Америки или гражданином, обязанно платить налоги, зарабатывая, скажем, в Австралии или в России, обязанно платить налог в Америке тоже. Если вы не являетесь постоянным жителем Америки, тогда вы имеете налог власти только на тот доход, который вы получаете, я здесь торговлю. Налог на ваш личный заработок в другой стране, это уже делается из каждой отдельной страны. Я не могу консультировать по поводу, скажем, налоговых законов других стран. Не знаю просто. Чем отличается компания, открытая, удаленно и при личном присутствии? Да ничем не отличается. Компания открывается за один день, независимо от того, где вы находитесь. Это ответит на вопрос Евгения Квестисьянина. Ну, он головой справленный ответ. Он отличается личным присутствием. Ну, на самом деле, вообще ничем не отличается. Компания тоже есть, где вы там находитесь. Неважно, мы вам переслали пмл, сертификаты, по работе компании, в организации и все. Вперед. Пока больше не вижу вопросов. Если еще есть вопросы, пожалуйста. Для первого раза, наверное, достаточно по фирмам, поэтому. Налог НДС. Ну, смотрите, налог НДС, здесь такого нет, как в вашем понятии в Европе, например, в России. Здесь нет налога НДС, здесь есть налог с продажи. Если вы продаете в розницу, штат требует, чтобы вы снимали за определенные товары с покупателя налог, он обычно варьируется. От 3% в таких специальных экономических зонах депрессивных в Штатах. Например, в Юджерсе есть несколько таких. Раньше это было 3%, сейчас это немножко больше. При 3,75% до 10% в Нью-Йорке. То есть, собственно говоря, покупаете какую-то вещь или покупаете что-либо, что облагается налогом. Опять же, в каждом штате это разное законодательство. Не все товары облагаются одним и тем же налогом на продажу. То есть, это сейлс-текс, он на еду, например, нет сейлс-текса. Иногда, ну то есть, часто иностранцы удивляются. Цена стоит одна на вещь, идет платить плюс 10%. Ну вот это то, что вы имели в виду, налог на добавочную стоимость, хотя он совершенно так не называется. Здесь просто называется налог с продажей или на продажу. Нужно ли на него директора, и учителя может им быть. Ну понимаете, учителем может быть кто угодно, учителем может быть... Учителем не обязательно является владельцем компании. Учителем может быть вашим корпоратом, или я-то юрист, или бухгалтер, который возглавил компанию, или инкорпорирующая компания. То есть, это все эти инкорпоренты, с ним называются учительники. Имеете в виду, учителем как владелец компании. Опять же, это личное ваше дело. Нанимать директор, а не внимать. То есть, для начала, когда компания начинает свою работу здесь, я не думаю, что и деньги никого не занимают. Поэтому, в общем-то, на периоде пока без директора. Когда будет достаточное количество дохода, тогда может нанимать, естественно, директора, который будет заниматься маркетингом и так далее. Дальше. Сколько стоит в том, что услуги при регистрации товарного знака в США? Очень просто. Смотрите, цены варьироваются, но в среднем мы берем где-то 400-450 долларов за подачу товарного знака. Плюс тариф, патентный офис, офис с патентом товарным знаком. За каждый класс 225 долларов берем. Потому что там разные оценки тоже в ЮСПТО. Если подаешь в ворной форме список товаров и услуг в товарном знаке, то берут 275 долларов. А, в общем-то, мы, если подаешь список товаров и услуг в заявке на товарный знак, выбирая из предоставленных список товаров и услуг патентным офисом, то 225, то есть в среднем получается за 625 долларов, можно сказать, все вместе, да, 225 долларов. Тариф патентного офиса плюс 400 наше. 450, зависит от сложности. Если у нас совсем клиенту, скажем, денег нет, то мы можем взять за 250, за 300. То есть, опять же, это не вопрос. С каждым отдельным клиентом решаем отдельные финансовые вопросы. Но дешевые 300 долларов пытаемся не брать на товарный знак, потому что все равно это много работы. все равно отнимает порядка часа работы адвоката, иногда больше. Поэтому, в общем-то, ну, опять же, работаем, как говорится, как говорят, цены гибкие, поэтому, в общем-то, обращайтесь, как говорится, в каждом отдельном случае попытаемся пойти вам на встречу и сделать вам, скажем, скидку. Можно ли написать вопрос на личку? Да, пожалуйста. То есть, имейл такой, либо просто Сергей Орел от Yahoo.com, это обычный мыс, просто проще запомнить, да, профессиональный, в фирме, имейл, с.орел, о-р-и-л, ад, собака, б-р, это Григо Реннеллс, название компании, т-р-е, т-м-ло, это, ну, т-м, это шеймарк, да, ло, закон, точка ком. Пожалуйста, пишите с вопросами, на все вопросы отпеляют. Значит, только заключилось. Можно ли открыть компанию в США без видна жильства и решения на работу находясь в СНГ? Да, можно. Необходимая компания в США, чтобы продавать на Амазоне. В общем-то, в общем-то, желательно иметь компанию на Амазоне, потому что если вы имеете дело с Амазоном каждый день, да, то наверняка заметили, что проще иметь дело с ними, когда у вас есть местная американская компания. Опять же, не думаю, что это обязательное стопроцентное требование, но проще иметь, да, тогда проще с ними быть их членом, их preferred vendor club и так далее, и так далее. Еще вопросы. дают ли вы члены с парой, сколько стоит. Ну, это можно, да, это можно ответить. Мне нужно посмотреть в списке цены, я сейчас не помню, так на вскидку. Вот, если хотите, напишите, напишите мне в личный имя, ну, в личный рабочий имя, да, вот, в этот имя пишите все вопросы, мы в течение дня отвечаем. нет больше вопросов, смотрю. Давай пока расскажем тогда на будущее, что мы с тобой планируем, раз в неделю, темы и так далее. Да, конечно. Значит, раз в неделю будем делать представления, презентации на различные темы. Опять же, на следующей неделе мы будем делать тоже несколько вопросов за трудность, скажем, регистрацию товарных знаков, получение лицензии на продажу товаров у владельца интеллектуальной собственности и так далее. Опять же, просьба, если есть какие-то вопросы более насущные, важные, пожалуйста, пишите в e-mail, то есть добавим список обсуждений и вообще чем-то за один час можно обсудить довольно много тем, ответить на много вопросов. Поэтому в раз в неделю будем выходить на связь и пожалуйста, пишите свои вопросы задавать, с удовольствием отвечать. Ну и нужно будет сделать на течение следующих двух недель тоже представление, презентацию по поводу всякого рода бизнес-виз и какие есть виды, скажем, виз для поездок в США, для ведения бизнеса и так далее, и так далее. Тоже интересная тема. Например, то же самое, если более приближенно, если чуть-чуть отдалиться, то да, визы вообще, как переехать в Америку, что там, и так далее, и так далее, отдельная как бы тема. А если приближенно к Амазону, именно связаны проблемы Амазона, систематические проблемы Амазона, как их обойти, как обезопасить свои инвестиции и так далее, тоже вот в этом направлении хотел бы. Да, давайте сделаем в следующий раз, если хотите, можем сделать... Давай вот по Амазону, потому что ближе к Амазону, а потом будем чуть-чуть отдаляться от этого. Я понял, да, нет проблем. Хорошо, давайте сделаем в следующий раз на следующей неделе, на четверг, сделаем вопросы Амазона. Да, какие систематические проблемы у продавцов, у начинающих, у профессиональных, с чего нам ждать, то есть, например, сейчас мы с этим не сталкиваемся, но можем столкнуться. То есть, такие вот, постоянно повторяющиеся грабли, чтобы на них, по крайней мере, хотя бы половине не наступить лишний раз. Да, хорошо. Хорошо, я это сделаю. Тогда тоже самое время, по четвергам? Да, да, по четвергам прям, тогда уже людям будет привычно и нормально. Я думаю, тем достаточно разберем там, еще по крайней мере, несколько раз уж точно можно будет провести, а там уже посмотрим по вопросам и что-то такое, отдельное будем проводить. Хорошо. Ну вот, кстати, вот тоже нормальный вопрос. Торговая марка делать год или проще купить новое? Ой, проще купить уже поддержанное. То есть, я думаю, что рынок этих торговых марок есть поддержанное. Бывает, что бренд регистры сделать, проще торговую марку купить у кого-нибудь, да и все, дать задание и там, какие-то небольшие деньги купить. Да-да, конечно. Но опять же, это же зависит от стоимости, как говорится, цены, сколько человек платит за товарный знак. То есть, если, допустим, смотреть, если человек платит за товарный знак дешевле, чем стоимость подачи, то, конечно, есть смысл купить существующий товарный знак. Но в моей практике я, честно говоря, не встречал, чтобы люди, пройдя через процедуру получения товарного знака, потратив деньги и так далее, чтобы просили меньше тысячи долларов за товарный знак. Это просто финансово невыгодно, поэтому рассчитывайте на то, что если будете покупать товарный знак, ну, вряд ли кто-то вам продаст дешевле, чем за тысячу долларов, потому что, в общем-то, вся процедура через нас в браках растет тысячу долларов. От начала подачи заявки до получения сертификата регистрации. Ну, в среднем, да? То есть плюс-минус. Ну, в среднем, обычно между, как я уже упоминал, между шестьюстами, например, долларов и где-то девятьюстами долларов стоит получить регистрацию товарного знака. Поэтому, опять же, какие фэнсифл именно названия, да, как типа Zilax, которые люди просто придумали и на самом деле они сильно, их тяжело копировать, и, например, с ней тяжело, говорится, нарушать права этих товарных знаков. То есть это ценная товарная знак, которая будет стоить дороже. То есть, естественно, тогда нужно ждать, чтобы отцы, владельцы не захотят на это больше. Ну, то есть, на самом деле, я считаю, рецепт такой. То есть, нашли себе бренд, который вам нравится, который вы считаете хорошо звучит и хорошо на слуху у людей, который люди запомнят, и, в общем-то, потратить 600-700-800 долларов на регистрацию товарного знака, я не думаю, что вы дешевле найдете себе готовый регистрационный знак. Ну, опять же, в некоторых случаях, может быть, может и дешево. Не знаю. Ну, да, логично, в принципе, точно. Расскажи людям, как раз, что ты мне рассказывал по поводу, что Амазон, требование Амазон к торговому марку знаком. Вопрос такой, мы с ним умеем делать каждый день практически. То есть люди обращаются, ну, на Амазоне видео, наверное, да, то есть есть так называемый у них клуб preferred vendors and preferred sellers. То есть, получается, Амазон дает вам, как он пускает в вас свой клуб, как говорится, предпочтительных продавцов и торговцев и, как говорится, членство в этом клубе вам дает определенные льготы. То есть вам предоставляют там, какого-то, как своего рода льготы Амазона и даже вот они собираются выдавать людям линии кредитов и банки, банк свой открывает Амазон и онлайн-банкинг будет прямо в Амазоне. То есть, в принципе, есть определенные льготы, которые получает продавец, находясь в этом клубе и одно из главных требований, одно из требований приема в этот клуб, чтобы у компании и у продавца был зарегистрированный бренд, зарегистрирован в США не в виде логотипа, не в виде рисунка, а именно в виде слова с заглавными буквами. Это, в общем-то, делается Амазоном для того, чтобы бороться, скажем, с нарушителями прав, товаров, знаков компаний и людей, которые владеют этими брендами, значит, для того, чтобы избежать смешения и конфузии в мозгу покупателей, значит, что делает Амазон? Они говорят, так, мы вас примем в свой клуб, Prefront Vendors, если вы нам предоставите сертификат регистрации вашего товарного знака, зарегистрированный закладными группами. И к нам очень много людей обращаются, потому что им Амазон отказывает, у них есть регистрация в США товарного знака в виде логотипа, в виде рисунка и в комбинации с словом или со словами, но Амазону нужен просто товарный знак на слова заглавными буквами. опять же, подаем 300-400 долларов заявка на товарный знак плюс 225 USPTO, то есть 525-600 долларов вся стоимость от начала до конца, может быть, если уже в этих случаях используется товарный знак в коммерции в США, то есть не нужно платить дополнительно 100 долларов еще потом позже за сертификат об использовании в патентной офисе, значит, клиент получает сертификат на регистрацию товарного знака в виде заглавных букв, и это позволяет в принципе самый широкий скоп защиты товарного знака, потому что если, запустим, человек зарегистрировал товарный знак в виде цветного какого-то логотипа, то у него, собственно говоря, защита этого товарного знака существует только в виде по отношению к этому логотипу, если кто-то использует, допустим, знак немного в другом виде, в другом свете и так далее, возникает проблема не так-то легко остановить людей нарушителей ваших прав, а если в принципе у вас регистрация товарного знака, и главные буквы имеют право использовать товарный знак в любом курсиве, в любом свете, вместе с элементами дизайна, и, собственно говоря, позволяет также остановить нарушителей вашего бренда, которые используют ваш бренд тоже в любом виде, без вашего разрешения, используют в любом свете, в любом формате, в любом курсиве, свете с дизайном и так далее, поэтому это тоже такой важный момент, который стоит держать в голове, то есть если подаете на регистрацию товарного знака, всегда наверняка нужно сначала подать заявку на товарный знак в виде заглавных букв, потому что это вам дает доступ в этот клуб продавцов Амазона, а потом если вам необходимо зарегистрировать товарный знак как логотип, в видеорисунка и так далее, это уже вторая заявка, но опять же в любом случае я уже объяснил, то есть все эти цены это все говорится условно, то есть чтобы дать вам понять уровень цен, а на самом деле в каждом отдельном случае новая политика зависит от договоренностей с клиентом. Еще там по классам можно рассказать, потому что есть нюансы с классами, это же не просто торговая марка универсальная для всего, а тут как раз вопрос. Вопрос же вот в чем, на самом деле смотрите, для чего разделены, все товары и услуги разделены в 45 классов, то есть есть такая Ницкая классификация названа по договору подписанным в городе Ницце, был подписан более 100 лет назад, решили люди разбить, собрались патентные офисы со всего мира, разбили товары и услуги на несколько, раньше это было 40 классов, сейчас 45. Значит, товары, это предположим, компьютеры, это в 9 классе, автомобили в отдельном классе, допустим, алкогольные напитки в 33 классе, вода в 32 классе, игрушки 28 класс, как примеры, одежда 25, изделия из кожи, это 14 класс, допустим, украшения из золота 18. То есть для чего делать? Для того, чтобы разбить эти товары по категориям, чтобы люди могли использовать похожие товарные знаки по отношению к разным категориям и друг другу, говорится, не мешали в коммерции, да, например, простой пример, есть товарный знак Кадиллак, используется на автомобилях и есть тоже еда для кошек Кадиллак, да, то есть, естественно, они принадлежат, эти товарные знаки в разных классах, две разные компании владеют этими товарными знаками, никто абсолютно не впадает в панику по поводу того, что никто не будет, и никто не думает, что компания General Motors продает кошачьи или угрызиллак и наоборот, люди, производящие еду для кошек, продают автомобили, поэтому, собственно говоря, для этого и делается, чтобы люди могли использовать похожие или идентичные товарные знаки на разных товарах, это способствует развитию коммерции, и, в общем-то, поскольку товарных знаков в принципе, потенциально ограниченное количество, да, то есть, тем более таких, скажем, примечательных товарных знаков, которые, допустим, отличаются, то это не так легко придумать товарный знак, поэтому для того, чтобы люди могли использовать похожие, их просто распределяют по разным классам, и очень важно, конечно, знать тоже стратегия подачи товарного знака, да, если у вас есть, например, несколько видов товаров, которые вы подаете, например, игрушки и полотенца, например, окей, значит, полотенце и постельное белье на 20 класс, игрушки это 28 класс, ну, в качестве примера возьмем, да, значит, если есть деньги, если есть лишние 225 долларов, можно подать, конечно, заявку сразу из двух классов и по отношению к игрушкам и по отношению к полотенцам, но если, скажем так, в начале денег не особо много, то можно не подавать товарный знак, покрывающий все товары, которые вы продаете, вы можете продавать несколько видов товаров из нескольких, из нескольких направлений, и вам, говорится, нужно будет подать тогда заявку в пятиклассах, например, если вы подаете ошейник, если вы подаете какую-то там джюлеры, какие-то драгоценные изделия, какие-то рубашки, какие-то что-то еще, и так насобирали на пять-шесть классов, и вам это обойдется большую кучу денег. То есть, в принципе, можно сначала подать заявку в одном классе, вот, в любом случае вы не покроете одним классом все свои товары, но, по крайней мере, у вас уже будет застолблено это имя, получение регистрации хотя бы в одном классе позволяет вам. Есть такой принцип юридический, называется «extension of right», то есть, имеется в виду, если человек торгует в одной области по отношению к одним товарам, продает одни товары, имеет регистрацию товарного знака в США, есть презумпция, что он за собой автоматически оставляет право, если есть у фирмы деньги, развиться и, увидимся, сделать экспансию в другой, скажем, в другой район товаров, например, продавал всю жизнь одежду, а потом решил продавать еще и часы. То есть, в принципе, это довольно распространенное явление, человек, продающий, скажем, одежду, потом начал лицензировать товарный знак на производство часов, на производство, например, велосипедов, предположим. Поэтому человек, имеющий регистрацию в одном классе, может остановить своих конкурентов от регистрации товарного знака, скажем, в другом классе на основании вот этой теории of, скажем, natural extension, называется, theory of natural extension. То есть, человек может продавать свой бизнес в других направлениях. То есть, опять же, в сверхэкономии подается заявка в одном полуклассах, а не в пяти, или в шести. Вот это тоже важно. Ну, это что касается США. Например, Канада не является подписантом, они не подписывали ни в соглашение, поэтому они совершенно не подчиняются требованием помещения всех этих товаров и услуг, заявки на товар в разные классы. в Канаде подается заявка, в которой указаны все товары и услуги в одном мешке. То есть, он платит один тариф в 250 долларов, независимо от того, сколько у вас там товаров и услуг, и к каким категориям они относятся. Ну, это, собственно говоря, что касается Канады. Канада – одна из таких последних стран, которые не пользуются классификацией парового услуг согласно договору Ниццы, поэтому, в общем-то, все страны в этом договоре участвуют, и, в общем-то, к сожалению, если вы подаете, например, заявку в США, платите за каждый класс, по 25 долларов, в европейские товарные знаки, вы знаете, тоже раньше это было 900 долларов, подавалась заявка, эти 900 долларов покровали три класса, плюс, там, 4-й, 5-й, плюс, 150 евро, вернее, не долларов, евро, вот сейчас они сделали, немножко изменили, теперь за один класс подается заявка в европейском, европейский фотос под товарным знаком, за первый класс 850 евро ведет, это у Дмитрии класса, и за каждый последующий класс по 50 евро дополнительно, в общем, вот такие нюансы, то есть важно планировать свой бюджет, и важно смотреть, какой основной товар вы продаете, регистрирование товарных знаков по отношению к этому товару, к этому классу, а потом уже когда появляется больше денег, регистрировать свой товарный знак на другие классы. Вопросы еще есть? Да, если есть вопросы, пишите. Да. Да. не каждый день есть такая возможность задать вопросы. Насколько я знаю, у юристов там консультации в час стоит в серьезных денег. Да, берем, берем, за консультацию если берем, то в принципе берем деньги, да, но в основном пытаемся не обладать консультацией, тем более, что люди, которые только начинают свой бизнес, как говорится, каждая комбийка на счету, даем бесплатные консультации. Вот так. На перспективу, работаем на перспективу, как обычно. Да, абсолютно верно, да, конечно. То есть мы не зарабатываем деньги на консультации, мы зарабатываем деньги на субстантивной работе. Я еще видел там вопрос, предоставляя селевую услугу, там вот этих споров на Амазоне, конечно, естественно, это один из аспектов работы. Да, да, абсолютно. То есть мы занимаемся это тоже каждый день, причем с обеих сторон, как атакуем, скажем, листинги на Амазоне людей, которые продают фальшивые товары, которые нарушают права наших переемтов, так и помогаем людям, ну, легитимным продавцам, помогаем восстановить закрытые листинги, потому что атакуют их листинги, подают take down notice, например, кто-то, кто считает, что они нарушают их права, бренды, товарные знаки, и Амазон закрывает совершенно несправедливо их листинги, и мы, естественно, тогда воюем с Амазоном, восстанавливая эти листинги. Процед успех довольно высокий, значит, опять же, зависит каждый случай, зависит от каждого, скажем так, у Амазона нет, скажем, никаких жестких правил, да, по отношению к тому, что нужно делать в каждой как-то ситуации, я вам приводил пример недавно, подаешь, допустим, take down на похожие товары, 5 нахожих товаров, допустим, не сняли, 2 не сняли, хотя товары идентичные и продаются одной и той же компанией, это тоже Амазон совершенно не объясняет, почему они так сделали, и, в общем-то, наша работа затем убедить, что просто они сделаны, при этом должны были снять все 5, а не всего лишь 2, и наоборот, если мы восстанавливаем листинги, чей-то чей был снят не имен то основание текста в каждом отдельном случае отдельные аргументы, потому что, в общем-то, Амазон, я не думаю, что они следуют какому-то правилу, да, то есть, я думаю, что, скорее всего, у них происходит все на основании, скажем, интуиции, чешской интуиции, посмотрели, изучили запрос, либо отказали, либо отрубили, а потом уже по адвокатам уводить и его подавсюбили сами. Ну, в общем, так и работает. Человеческий фактор, наверное, еще, в любом случае, мне кажется. Извините. Человеческий фактор, мне еще кажется, большую роль играет. Я думаю, что 2 работных человека, скажем, в одном и том же случае, могут совершенно спокойно принять совершенно два противоположных решения. Один вам откажет, другой от другой. Ну, в общем, вот так. этими, этими, этими занимаемся, да, каждый день. Сейчас вот у меня проблемы с моими этими очками. Сейчас звонить буду на этот Amazon. Вроде документы сделали, документы сделали вроде. Сейчас посмотрим, как это все. Тикеты, вроде и тикеты создали, ничего, непонятно вообще. Вот, но если ничего не получится, буду к тебе обращаться. Покороче, у меня там... это... Ну, конечно, обращайтесь, не вопрос. вопрос был, пишем мне апелляцию в Amazon. Да, пишем. Пишем каждый день. Если только первая буква заглавная. Нет, все должны быть буквы заглавные. На товарный знак должны быть все заглавные буквы. Если первая буква заглавная, а второй нет, а остальные нет, то это считается, что заявка на товарный знак входит на определенном курсиве, в определенной форме, вот именно такой, и тогда вы получаете полный спектр защиты этого товарного знака. Правило исключения, свои выходы. Хорошо, я понял. сроки открытия товарного знака. Ну, смотрите, в течение 6 месяцев вы получаете товарный знак. Со времени подачи до времени получения сертификата регистрации 5-6 месяцев. Вы делаете за госпоршином 225, где изменить даже нельзя? 225 вы имеете в виду такого спорта? Да-да, потому что там в основном 275 все равно. Она не меняется. Она 225 долларов, и чем это самое, там 3 цены бьет питье. А 225 долларов самое дешевое. 225 он не меняется. Наши тарифы мы можем изменить. Ну да, я и говорю. То есть, я просто помню, ты говорил, что 225 именно вы вкладываете, потому что в основном все берут 275, потому что если 225, нет возможности изменить никаких там помары сделать. Так, ну, в принципе, я думаю, на сегодня достаточно, полтора часа почти. Вот. Тогда... Хорошо. Тогда, значит, в любом случае в следующий четверг у нас планируется что-то связанное, приближенное к Амазону. В последующий лайв планируем, соответственно, что-то больше связанное с любым бизнесом оффлайн, онлайн, не привязанным напрямую к Амазону. То есть, готовьте вопросы к именно все любые нюансы связанные с Амазону. Сергей тоже посмотрит, какая у него статистика есть, то есть, что интересно для нас сейчас, что интересно для нас в будущем, может быть, как мы себя можем обезопасить. Вот у меня сейчас проблема именно, пока я не стал ни вендором, пока я не стал, у меня нет юридического лица в Америке, то есть, как мне защитить свои инвестиции. то есть, если у аккаунта несколько сотен тысяч оборот, и как-то неадекватность Амазона может на меня повлиять, и меня просто не заметят, растопчут, и дальше пойдут. И не хотелось бы 129 аккаунтов развивать. Сейчас вот я очередной аккаунт запарился проходить верификацию. Надо на английском, надо так, надо сяк, не пойму, что им надо опять. Ну да. Так что вот так. Думаю. Хорошо. Да. Всем спасибо, кто был, задавали вопросы. Думаю, получили максимум информации. Кто не задавал сегодня, посмотрит, как обычно, видео. У нас любители раз в 10 больше народу просматривают видео в записи, нет возможности задать вопросы, но, наверное, не знаю, что задавать, а так, или времени нет. Нет проблем, да. Хорошо, спасибо вам. Спасибо за внимание. Всем удачи, всем пока, до свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания.